Цветовая субдискратизация – охуенно эффективный способ сжатия изображения, в котором используется особенность человеческого зрения. Наши глаза сильно менее чувствительны к детализации цвета в том, что мы видим, чем к детализации света. Технология заключается в том, что при сжатии изображение пересчитывается в цветовое пространство, имеющее отдельные каналы яркости и цвета, такие как YCBCR, YPBPR, HSV, HSL, LAB и т.д. Много их. А потом в каналах цвета, к детализации в которых глаз менее чувствительный, снижается разрешение, после чего изображение сжимается другими алгоритмами. Но что же именно значит все есть 422, 420, 4444 и что лучше, чего хватит с головой и чем можно выебываться перед друзьями. Значение субдискратизации записывается тремя цифрами. Первое – означает частоту дискретизации, т.е. ширину блока, в рамках которого будет происходить эта самая субдискратизация. Второе – количество пикселей цветового канала в первой строке блока. Третье – дополнительные пиксели во второй строке в блоке выборки. Если в значении есть четвертая цифра, она всегда такая же как и первая и означает наличие альфа-канала. Итак, какие же есть варианты субдискратизации? Сгенерировать можно дохуя, но по факту актуальных только где-то 2,5. 420, 422 и 4444. Разумеется, существуют еще 411, 410, странный 311 и еще более странный 421. Но, естественно, отбор не оставил им шансов и они вымерли нахуй. 420 – самая популярная формула цветовой субдискратизации ever. Используется всегда и везде, если не указано обратное. Более 99% потребительской электроники, включая фотики, телефоны, видеокамеры, экшн-камеры и прочие гаджеты используют именно 420. Почти все цифровые изображения, которые ты когда-либо видел, закодированы с применением именно такого способа. Его блок выглядит так. 2 пикселя в ширину и 0 дополнительных пикселей во второй строке. Соответственно, у изображения 4K UHD 420 цветовые каналы будут иметь разрешение 1920 на 1080 и только яркостный полный 3840 на 260. 422 – влажная мечта начинающих видеомейкеров. Нынче присутствует только в топовых камерах полупро сегмента и выше, айфоне 13 про и, разумеется, во всех кинокамерах. Повсеместно используется в кино и видеопроизводстве для кодирования промежуточных файлов. Блок дискретизации выглядит так. 2 пикселя в ширину и также 2 дополнительных пикселя во второй строке. Цветовые каналы 4K UHD 422 будут иметь разрешение 1920 на 260, а яркостный – 3840 на 260. Ну а что с 444? По сути, это отсутствие субдискретизации, потому что яркостные каналы имеют полное разрешение. Впрочем, это обычно не востребовано, потому что камеры с 444 могут писать и RAW, который также не имеет цветовой субдискретизации и в целом намного пизже. Так, а что же тогда лучше? Если задача показывать видео, то лучше 420. Если мы говорим о съемке без последующего вмешательства в свет, опять же, 420 хватит с головой. Если мы хотим, и что самое главное, умеем красить, и нам вдруг понадобится больше 2-3 нот с масками, композом и прочими радостями постпродакшена, очень желательно снимать 422, а лучше в 444, иначе мы достаточно быстро увидим артефакты сжатия на границах масок. Если снимаем на хромакее, и нам не похуй на результат, опять же, 422 – минимальная планка по той же причине. На самом деле, все это весьма относительно, поскольку отталкиваться стоит не только от разрешения съемки, но и от разрешения финального видео. То есть, если у нас есть запас разрешения в камере, допустим, в 8К, а финалка нам нужна в 4К, то для большинства задач нам хватит и 420. И вот здесь мы приблизились к очень сука старому холивару. Получается ли из 4К 4.2.0 Full HD 4.4.4? Теоретически, ну да, наверное, может быть. На практике, вопрос звучит примерно как «Если ехать на велосипеде и отталкиваться ногами от земли, станет ли он самокатом?» Ну, т.е. разумеется, исходник 4К 4.2.0 при прочих равных, при прочих равных, по детализации будет лучше Full HD 4.2.2 и примерно равен Full HD 4.4.4. Но зачем об этом задумываться в таком ключе, спросите лучше у тех, кто не пользуется педалями на велосипеде. Я не знаю. Подписывайся на канал и жми в колокол, если хочешь смотреть больше охуительных задротских историй про видео. Удачи тебе на съемках. Пока! Эта круга трещит, интересно. Все, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова